В Грузии завтра день траура. Страна скорбит по погибшим в Батуми. Все подробности трагедии у нашего корреспондента Михаила Рабакидзе. 30 часов без сна и отдыха спасатели Батуми, где обрушилась часть многоэтажного дома, с таким объемом работ не сталкивались никогда. Да и их коллеги, которых срочно стянули на помощь со всей Грузии, подобное видели только в учебных фильмах. Спасатели работали от всего сердца. Они герои. Теперь найдены все. Трагедия, о которой еще долго будут говорить. Все виновные будут наказаны. Спасатели до последнего верили, что найдут под завалами еще кого-то живого. Ведь сразу после обрушения случилось чудо. Спасли малыша, который был в покореженном автомобиле рядом с корпусом. Затем из-под плит удалось вызволить молодую женщину и парня. Его обнаружили через 40 минут, но чтобы вывезти понадобилось 11 часов. Он застрял между двумя стенами в вертикальном положении. Не хватало воздуха. Сейчас брат в больнице в тяжелом состоянии, но врачи дают надежду. Это его доставали из-под завалов под всеобщие овации. Звият успел сказать, я дышу, но в машине скорой помощи потерял сознание. Сейчас врачи борются за его жизнь. Спасти соседку, которую тоже вытащили из-под обломков, не удалось. У нее остановилось сердце. Всего же в этой трагедии погибло 9 человек. Момент обрушения части дома с несчастливым номером 13 на улице 26 мая в Батуми попал на камеру видеонаблюдения. Главная версия – стена разрушилась во время ремонтных работ. Владелец помещения Анзор Будатов собирался расширить салон красоты и открыть спа-центр на нижнем этаже. Он даже подал заявку на перепланировку. Разрешение не дождался и начал работы. По иронии судьбы, ответ пришел в день трагедии. Мы рассмотрели пакет полученных документов и приняли решение об отказе, так как не было предоставлено детального чертежа подвальных помещений. Но разрешение на строительство должны были выдать службу мэрии. Будатов и рабочих, которые демонтировали несущие стены на первом этаже и в подвале, арестовали в субботу на рассвете. После трагедии жильцы признавались, что в последние дни в корпусе происходило что-то странное. Стены покосились, ступеньки лестниц прогнулись. Все как после землетрясения. Я была дома и на балконе говорила по телефону и смотрела прямо на корпус. На моих глазах он стал осыпаться, как песочный. Я оцепенела, ни слова не успела произнести. Через мгновение все было в пыли. Корпус расположен в самом центре Батуми. В 100 метрах Приморский бульвар и пляж. Рядом кафе и рестораны. Туристическая зона. Поэтому первые этажи и подвалы – золотая жила. Нас долго не впускали на территорию. А когда завезли технику, то со стороны улицы впервые увидели, что происходит во дворе. Это невероятно. Теперь опасность представляют и боковые подъезды бетонной конструкции. Вот-вот сорвутся. Мы дали поручение специалистам, чтобы они оценили состояние конструкции рядом стоящих корпусов. Ни одна семья не останется без крыши над головой государства, окажет им помощь. Между тем, таких домов, как этот, в Батуми еще десятки. Их строили во второй половине прошлого века. Срок эксплуатации – 50 лет. Но в 90-х началась незаконная перепланировка. Пристраивали лоджии, надстраивали верхние этажи, переносили опорные конструкции. Таким образом, все это – бомба замедленного действия. Михаил Рубакит, Захвичи Самедашвили и Бесоми Кукишвили. Программа «Вместе» Грузия.